Всем добрый вечер! Я очень рада приветствовать вас на своём канале. Сегодня я хочу записать для вас видео на такую актуальную тему, а именно «Как пережить трудные времена». У нас у всех бывают такие ситуации в жизни, когда мы просто не видим выхода, конфликт какой-то происходит, который заводит нас в тупик, или просто нам кажется, что у нас совершенно больше нет сил, и не всегда ситуация подвластна нам, не всегда мы можем что-то изменить снаружи, но всегда мы что-то можем сделать изнутри, облегчить свою жизнь. И в этом видео я как раз хочу поделиться с вами своим опытом, рассказать вам про мою трудную ситуацию, что у меня сложилось сейчас во Франции и как я из этой ситуации выбралась, что я сделала на пути для того, чтобы улучшить мою жизнь, чтобы не впасть в депрессию, чтобы не зайти в тупик. И надеюсь, это видео вам поможет именно тем людям, которые находятся в такой же ситуации. Остальных я прошу просто удалиться от экрана, не смотреть это видео, потому что я не хочу негатива, негативных комментариев. И если я с вами поделилась чем-то личным, то я надеюсь, что вы это можете адекватно воспринимать. И если вам это неинтересно, просто не смотрите. Дело в том, что мы переехали во Францию, и план был такой, что я буду не спеша учить французский, приспосабливаться к этой стране, учить культуру, и потом, как со временем, найду работу, которая меня будет вдохновлять, творческую работу, может быть, стилистом, может быть, в области коммуникации. Но мы совершенно не были готовы, что заболеет свекровь, и как только я приехала, она заболела, попала в реанимацию, и сейчас она тяжело больна, восстанавливается после операции, и я нахожусь с ней. Никогда в жизни не жила свекровью, это у меня уже третий муж, и вот такая ситуация выпала, что мне пришлось жить под одной крышей свекрови. Нет, не в этом сложность. Сложность в том, видеть человека, который очень близок, дорог мне, который болен тяжело, и у неё ещё и депрессия к тому, болезнь, рак и депрессия сопровождаются с депрессией, и она постоянно в нетущем состоянии, очень часто плачет. И мне это очень-очень тяжело видеть, естественно, и сама я была близка сорваться к депрессии. К тому нас очень часто посещают гости, доктора, медсёстры, и, как вы сами понимаете, обстановка такая, что я нахожусь сейчас как в руле сиделки, и совершенно к этому не была готова, совершенно никто к этому не готов, к болезни близких. И я вам сейчас расскажу, как я нашла модели, такие, которые поднимают мне настроение и делают меня нормальным человеком, а также помогают мне бороться с этой ситуацией. Изначально я просто срывалась, я плакала, уходила плакать в подушку, когда никто не видит, потому как я держала маску при ней, улыбалась и потом плакала. И мне от этого было ещё более тяжело. И любимый человек, он находится на работе, приезжал раз в неделю, и мне, как казалось, очень мало внимания нам уделял. Естественно, мы обе женщины, обе нам нужны внимания, а ему было очень тяжело, потому как он работает день и ночь и приезжает домой отдохнуть, а не так, что разрываться между нами. И мне очень помогла, а тут моя подруга, очень важно иметь хорошую подругу, которой я позвонила в этот момент, и она мне сказала, поговорила ли я со своим молодым человеком и рассказала ли я ему, что я чувствую. И на самом деле я пыталась его оградить, чтобы он не знал, что я тут плакала, что мне тяжело, и ему ничего не говорила. И прислушавшись к совету моего подруги, я на самом деле с ним поговорила, и также поговорила о очень спокойном сновке, объяснила, как мне тяжело, почему мне тяжело. Объяснила также, что понимаешь, что ему тоже очень трудно, и спросила, что мы можем вдвоём с ним сделать, чтобы как-то сгладить этот весь конфликт, и что мы можем сделать, чтобы улучшить наше существование, и моё, и свекрови, и также его, и чтобы он не разрывался. И пришли к каким-то, можно сказать, новым правилам мы ввели, которые нам помогают сейчас. Ну, не буду, это очень личное. Я к тому, что первое, что вам следует, не нужно копить это всё в себе, нагнетать этот конфликт, тяжёлую ситуацию. Вам нужно поговорить с близким человеком, как я это сделала с подругой, а потом ещё желательно с вашим партнёром, хотя не всегда это легко, но это вам поможет, я вам гарантирую. Просто объяснить, что вы чувствуете, не переходить на эмоции, спокойный разговор и спросить, какие выходы, что он может предложить, и вместе вы придёте к хорошему окончанию разрешения этого конфликта, потому как без коммуникации, без разговора, оно ничего у вас не разрешится, и всё это может продолжаться просто месяцами. Мне повезло, что у меня есть такая подруга. Спасибо тебе большое. Она знает, кто это. Следующее, что я хотела вам сказать. Следующий шаг мой был прочитать как можно больше книг на эту тему. Я прочитала, конечно, книги, которые оказались совершенно бесполезные, с какими-то поверхностными советами, которые не работают, но самая главная книга оказалась всё-таки Эрика Бертнена Ларсена. Я про неё уже говорила вам в предыдущем видео. Конечно, я не стала никакую делать себе неделю на пределе, потому я и так уже на самом большом пределе сейчас живу, по часам просто. Но что я сделала, какой я вывод сделала из этой недели, что это мы хозяева своего момента, каждого момента своей жизни. То есть не нужно ждать завтра, послезавтра всё разрешится, не нужно отчаиваться, не нужно сидеть и плакать сегодня, завтра, послезавтра, не нужно жалеть себя также, нужно взять полный контроль над моментом. Да, я понимаю, мы не роботы, мы люди, нам хочется иногда, чтобы эмоции вышли, поэтому если следовать Эрику, то есть всему своё время, я для себя придумала такую хитрость, я дала себе 15 минут поплакать, то есть когда мне совершенно-совершенно тяжело, я придумала правило, 15 минут я плачу, потом я встаю строго по часам, стряхиваю из себя этот весь негатив и иду тренироваться, и тренируясь я просто до седьмого пота, вкладывая в тренировку всю свою энергию, потому как я понимаю, что просто сидеть и плакать часами ничего хорошего мне не принесёт в моей жизни, ничего не изменит, и не ситуация берёт на ночь контроль, не эмоции, а я беру контроль над эмоциями, то есть эмоции выходят, но для них своё время 15 минут, после я занимаюсь полчаса усиленно, и после продолжаю жить в своём режиме, как и раньше, то есть я учу французский, занимаюсь самореализацией, продолжаю снимать свои видео, и в то же время я ухаживаю за больной свекровью, и обратно же, когда я нахожусь вместе с ней, то нельзя снова же думать, жалеть себя, что вот я трачу своё время на неё, вот она болеет, вот депрессия. На самом деле, если посмотреть с другой стороны, то ничего просто так в жизни не происходит. Когда я нахожусь с ней, я очень много хорошего черпаю для себя, она просто кладет знаний, мы с ней разговариваем на французском, мы стали сейчас читать с ней детские книжки на французском также, и это очень-очень помогает мне, даёт какой-то прогресс в моих знаниях, а ей тоже помогает, ей некогда сейчас впадать в свои депрессии, потому как она понимает, потому что мне тоже нелегко вокруг меня эти все присутствующие люди, которые приходят, они говорят на французском, я понимаю только 10%, поэтому она понимает мне нелегко и пытается сделать всё, чтобы мне было хорошо. Надеюсь, что вам пригодятся тоже мои советы, потому как я знаю, что всех бывают тяжелые времена, и не всегда мы знаем, что нужно делать в это время, и сами мы в основном являемся причиной всех своих бед, как говорится. если бы я, к примеру, не позвонила своей подруге, а продолжала бы себя жалеть и плакать в подушку, то не знаю, я бы уже сама давно была в депрессии, но на данный момент я полна новых планов, новых идей, и, как говорится, жизнь наладилась, и поэтому и вам я советую никогда не отчаиваться, применяйте мои советы, и будьте всегда позитивны, а также не давайте эмоциям взять верх над собой, и самое главное, всегда, всегда, всегда используйте коммуникацию, разговаривайте с людьми вокруг вас, потому что не всегда люди вокруг вас знают, знают, где вы находитесь эмоционально, и тяжело ли вам или нет, и не нужно никаких фасадов, не нужно держать в себе, придадите к близкому человеку и просто поговорите с нами. Всем пока-пока, увидимся в следующем раз.